Игрушка существует так же долго, как существует человечество. Ведь всегда были дети, а значит у них всегда были игрушки. Сейчас наши игрушки поражают воображение своим разнообразием и техническими возможностями. Раньше люди делали игрушки для своих детей своими руками. И первой такой игрушкой была погремушка. Ее делали из бересты. Внутрь могли положить несколько семечек яблока, могли положить несколько разных зернышек или горох. И такой игрушкой ребенок игрался с самого-самого своего рождения. Со взрослением у детей были свои другие уже игрушки. Конечно же, одной из первых игрушек была куколка. И куклами игрались и мальчики, и девочки. Примерно до 7-8 лет. После этого у ребят появлялось различие в одежде. Мальчики надевали штанишки, а девочки уже начинали носить юбочки. И тогда уже игрушки были у каждого разные. Мальчикам делали, например, вот таких вот лошадок. Ну а девочки продолжали играть с куклами. И кукол девочки уже зачастую делали себе сами. Именно так они учились подготавливать для себя приданное. Куколок одевали в разные-разные кусочки ткани. Но самыми красивыми считались именно красные кусочки ткани. Ведь красный цвет на Руси издавна ассоциировался с силой, добротой и, конечно же, победой. Добра над злом. Куколки не зря не имели лиц. Потому что куклы в то время были еще и оберегами. Люди были очень суеверными. И для того, чтобы защитить ребенка, делали вот таких вот куколок без лица. Потому что верили, что если у куколки будет лицо, в нее может вселиться какой-то злой дух и навредить ребенку. Только позже, уже с развитием всего человечества, когда люди перестали быть такими суеверными, начали рисовать лица для куколок. Куклы в основном женские. В основном вот такие вот девочки, либо девушки, женщины. Но иногда делали и кукол мужичков. Во-первых, делали на свадьбу вот таких вот неразлучников, парень и девушка, которые соединены одной крестовиной. Они символизировали неразрывность пары, неразрывность семьи. И когда у пары рождался ребенок, делали маленькую куколку и вешали между папой и мамой. Также еще, кстати, если пара очень хотела ребенка, но не могла, они могли сделать ребенка и повесить таким образом, призвать ребенка в свою семью. Мальчишкам тоже делали куколки, но совершенно особенные. Они были похожи на вот такого вот папу, такая же крестовина, длинные-длинные ручки, на которые кончиком привязывали камешки. И ребенок вот так вот вращал, и куколка вот так вот дралась. Мальчишки устраивали потешные кулачные бои куклами, а взрослые уже серьезные на ярмарках кулачные бои устраивали свои. Но мальчишки готовились. Кроме таких вот тряпичных куколок, еще делали глиняные игрушки, конечно же. Это разные свистульки, разные фигурки. Вот, например, вот такие. Их делали в основном дети или жены гончаров. Потому что гончары не считали для себя таким вот нужным делом делать игрушки. Для них это был побочный продукт. Либо уж по свободе могли сделать ребенку игрушку и отпустить гулять. Ну, в основном делали жены и дети гончаров. И с такими игрушками дети игрались тоже так же точно, как и с тряпичными куклами. Человечество развивалось, развивались ремесла, и вместе с ними развивались детские игрушки. И если вот такие самые простые фигурки, панки могли делать сами родители для своих детей, то фигурки посложнее, которые вот внизу представлены, их делали уже мастера. Ну и, конечно, говоря о игрушках, мы не можем обойти вниманием наши традиционные матрешки. И хотя все привыкли, что матрешка – символ России. На самом деле матрешка пришла к нам чуть более ста лет назад. По одной из версий, пришла она к нам из Японии. В Японии делали фигурки с мудрецом Фукурумой. Делали его в разных настроениях. И вот одну из таких фигурок привезли к нам. Но в то же время в России были складные яйца, которыми дети тоже игрались. И вот наши мастера объединили эти две идеи и сделали вот такую вот матрешку. Сделали ее в виде женщин, мужчин. И, конечно же, нужно было как-то назвать. В итоге назвали матрешкой, ведь русское имя матриона означает мать. И в матрешке, как в матери, много-много маленьких деток. Самую первую матрешку представили в 1900 году на международной выставке во Франции. Конечно же, она произвела фурор. Это Малютинская матрешка. Сделана она была в Сергиевом Посаде токарем Василием Звездочкиным. И расписана мастером Малютиным. Она у нас представлена. Это не оригинал, но очень точная копия. Ее отличает наличие черного кочета у главной матрешки. Также отличительная черта этой матрешки – это то, что фигурки в ней и мужские, и женские. У Малютинской матрешки они были через одну. Одна женская, одна мужская, одна женская, одна мужская. И самая маленькая была в виде спеленутого младенца. По традиции матрешек всегда семь. От слова семь – семья. Также у нас представлены матрешки Семеновская и Ярославская. Каждая матрешка имеет свою собственную роспись. И каждая область, каждый регион славится своими матрешками. И если поставить их все в ряд, они будут похожи. Но каждая будет отличаться каким-то своим неповторимым цветом, шармом, да и характером, в конце концов. Игрушка развивалась. И, конечно же, глиняная игрушка тоже развивалась. И если изначально их делали просто для потехи детям, сами дети могли делать, то со временем мастера стали уделять этому больше внимания. И начали специализироваться уже конкретно на игрушках. Точно так же, как матрешки в каждом регионе имеют свои какие-то особенности, точно так же и глиняная игрушка тоже имеет свои особенности. Самое известное – это абашевская, дымковская, филимоновская игрушка. Конечно же, у нас тоже представлены разные-разные глиняные игрушки. Абашевская игрушка отличается цилиндрическими короткими ногами, вытянутым туловищем и вытянутой шеей, которая закачивается маленькой головой. Как правило, она расписана очень яркими красками. Но некоторые мастера предпочитали более спокойные, уравновешенные оттенки. У нас она тоже представлена. Также у нас есть и дымковская игрушка. Дымковскую игрушку отличает определенная роспись. Вы можете увидеть кольца, круги разнообразных цветов и разное-разное сочетание этих цветов. Все это, как правило, на белом фоне. Именно это отличает дымковскую игрушку. Ну а филимоновская игрушка тоже имеет ряд своих отличий. Во-первых, яркие цвета. Очень часто используется розовый цвет. Ну а еще, конечно же, это линии. Вертикальные и горизонтальные по туловищу животного и по его шее. По этим признакам вы всегда сможете с легкостью определить, какая же игрушка перед вами.